эй всем привет с вами я влад вы на канале в гид и фарминг симулятор 23 вышло вот только что я ее установил и сейчас вот по порядку все разберем все что там вышло добавилось во первых то что мы уже видим главное меню появилась сезон и так как у нас тут все постепенно сменяется вот настройках графики убрали все настройки графики оставили только языка которых не было в двадцатом у нас появилась две карты на выбор ну давайте вывод первую вот сразу же скажу по установке и за санкции купить нельзя поэтому инструкция по установке будет у меня в телеграм-канале ссылка в описании она выйдет не сразу же после выхода этого видео а через время добро пожаловать farming simulator не хотите начать краткий обзор нет не хочу это обучение я уже проходил потому что написали что вот у нас измененное обучение но стало более подробным а кстати я думал что настройки графики убрали они тут я просто видел только вот это вот меню сейчас тогда я быстренько настрою так ну вроде бы я настроил смотрим что у нас по графике давайте мы выведем состояние системы так мне такая графика не сильно устраивать эти по лучше вернем на среднюю стандартно но просадочки есть легкие но в принципе нормально у нас значит вот запись у нас идет на ванпласс нор 2 у нас тут dimensity 1200 8 гигабайт оперативной памяти android 12 1 я сразу же вижу то что у нас есть несколько тракторов комбайн давайте взглянем на карту так а вот у нас появились новые культуры такие как сорга виноград оливки а также появились производства происходят не постройкой как в полноценной ферме а вот мы просто приезжаем на точки переработки то есть вот допустим это у нас обработка винограда и вот только винограды зерновая мельница перерабатывается там в муку вот сюда вот производства не нужно строить то же самое и с фермами их тоже строить не нужно они вот там загоны для куриц коров свиней овец они вот уже построены сразу же хочу обратить внимание на то что у нас появилась платная техника а именно участку пролистаем вот вот на примере поэтому нужно ждать специальную версию со всей открытой делать сишной техникой у нас по умолчанию дается получается три трактора это у нас два массе и вот новый джон дир наверное с чего бы я хотел начать это посмотреть наше владение так у нас значит три поля я думаю что вот селку и всякое такое оборудование я продам хотелось бы конечно чтобы у нас была возможность полностью с нуля начинать чтобы я мог сам выбрать где разместить поле там какое мне нужно самого начала что-то мне нужно купить из селок все такое потому что я не люблю одинарные селки и плуги они неудобные хотелось бы конечно силосом позаниматься как я понимаю только вот этот нам подойдет тогда возьмем селки я не сильно понимаю что значит вот это минус 6 вот это без предварительной обработки почвы это как раз то что нам ой нет отмена и нужно так у него какая ширина идет 6 метров до дальше уже очень дорого идет поэтому а ну-ка у нас значит тут по ширине и 8 метров а тут 15 это очень не есть хорошо потому что но пойду вин то есть мы платим за то чтобы но у нас лучше все работало это есть хорошо так мы давайте зайдем в нашу технику транспорт вот бы она бы еще рисовалась чтобы мы ее могли продать то есть мне получается нужно зайти на карту приблизить нажать на саму технику называется хк-25 так заходим транспорт хк-25 продать а нам вот рисуется до продать а это что это прицеп это нужно это это для прицепа я не сильно понимаю зачем а ну-ка можно взглянуть на это прицепное приспособление она у нас наверное где-то на ферме вот рекомендую пройти обучение которое в самом начале игры идет вот а это для подкатная тележка для этого для комбайна хорошо оно интересно глянуть что нам за трактора дали сейчас зайдем магазин потом значит мы заходим маленькие на наверное дали нет нам дали средний аж так ну да вот у нас где-то этот мф-3670 которых нам два целых выдали и вот вот этот вот 4755 john deere 35 максимальная скорость 190 лошадиных сил и 170 лошадиных сил и 40 километров в час максимальная скорость хорошо все понял так давайте взглянем на карту и у нас техника будет появляться как я понимаю здесь это автомойка это не то а где у нас будет появляться купленная техника так ладно давайте попробуем что-нибудь купить чтобы понять где она у нас появится мы заходим в сеялки вот эту вот нашу сеялку берем так значит нужно 210 лошадиных сил на нее ну ладно купить так мы и приобрели теперь смотрим по карте где она у нас появилась а вот все вижу вот он магазин пометить на карте и а вот вот такие у нас теперь метки а можно даже так прицепляется ну круто но мне так не нужно хотелось бы просто один большой сколько будет стоить чтобы мы просто продали наши эти три трактора и купили один большой они эти три маленьких так как мне не нужно ведь у нас всего пока что мало полей и одна сеялка так значит по ценам у нас стоят они 79 тысячи 79 тысяч это у нас 158 тысяч еще плюс 88 тысяч это у нас будет 246 тысяч и у нас еще сейчас на счету 26 и того у нас получается 272 тысячи причем из них нужно оставить чтобы селку пополнить там удобрениями и всякими такими штуками что можно купить из тракторов за такие деньги на 405 310 лошадиных сил ты 411 417 то есть мы сходу можем купить вот такой вот фэнд мы можем фэнд купить это будет самый мощный в общем из бесплатных самый мощный вот конечно такая схема не радует то что за деньги продают окей тогда пока что просто под накопим денег у нас кстати нужно глянуть статистику может быть у нас что-то в бункерах есть как это глянуть в производство мало щас нет никаких производств статистика настройки подсказки финансы цены погода тогда пока что просто так поработаем а потом позже как вот заработаем немного так сразу же и купим так удобрение пополнено на 4 тысячи долларов вот бы конечно еще где-нибудь глянуть вот термический склад может быть тут и семена можно а вот семена всего отлично вы получаются все пополнения можем делать у нас на сразу же у дома нам никуда ездить не нужно давайте определимся с культурой принципе по классике жанра засадим канала появилось звуковое сопровождение раскладки техники так вот наймит поехал все давай работай а я так у нас фонарик есть а еще вот менюшка появилась мы теперь когда наводимся нам вот пишет что происходит так смотрим удобрено на 50 процентов дополнительные урожай плюс сколько-то то процентов думаю 30 растет канала требуется интересно посмотреть настройку гербицидов с пашек и всякого такого так нужно еще вот сюда хотелось бы сходить глянуть что это из себя представляет так это у нас просто продажа вот рядом с домом так у нас на других полях что значит у нас уже есть созревшие культуры давайте же их соберем игра спустя 20 минут вылетает это значит нам придется ждать обновления следующего который это поправит плохо интересно даже глянуть какой момент мы сохранились принципе не так уж и давно мы сохранились а можно нажать на галочку и тогда он приостановит пополнение это в принципе удобно если тебе нужно неполная загрузка на нас это не интересует нам нужно прям полностью чтоб нас загрузили на все деньги так все мы пополнили наши запасы теперь засаживаем как мы хотели канону которая нам поможет заработать денег на наш дорогой джон дир раскладываемся очень интересно опробовать производство их много они все разные давайте поищем вот самый такой а у нас один всего лишь плуг ну ладно мы тогда сейчас соберем вот этот весь урожай который на сейчас вырастет и который вырастет у нас перспективе и мы купим для вспашки и сорняки нужен гербицид гербициды это у нас ну то есть нам вот это по идее нужно за 39 тысяч чтобы сорняков не было я правильно же понимаю или нет дается вы вспашки вот там конечно халтурит вот это вот что это хорошо как посмотреть цены за времена года они же меняются со временем так это нам пишут наши транспорт финансы курицы нам по умолчанию даются это круто в общем гербициды и всякое такое она не выключается она у нас всегда есть но и хорошо сорняки на растут нужны гербициды можно нам пожалуйста вот земледелье в симуляторе фирмы 14 культур спасибо культивация прежде чем засеть поле разрыхаете землю культиватором для работы с почвой механизм нужно опустить вы также можете использовать и чизель культиватор чизель культиватор двигает гораздо быстрее и требует меньше мощный трактор но предотвращают рост сорняков то есть получается культиватором мы убираем то что чтобы у нас не росли сорняки а тут у нас получается все понял понял в общем нам получается нужно еще накопить на культиватор и на получается на вот это вот приспособление для трактора но надеюсь нам достаточно прибыли принесет вот наш вот это занятие я пока что не вижу сильной информацию о временах года что они из себя представляют то есть тут нету как старший фирме 22 чтобы мы могли глянуть что куда надо посмотреть в принципе что мы можем производить из производства это что одна из фишек игры помимо сезонов которые я пока что не сильно понимаю как работает так у нас нету понятной таблицы что когда засаживать как в 22 ферме может конечно только мне одному нужно но я бы хотел добавление сюжетной кампании допустим вот такой сюжет мы берем там приезжаем в сельскую местность у нас тут ничего нет ни производства ничего и мы вот как добродушный фермер берем мы прокачиваем свое поселение всеми этими производствами там взяли построили там все производства и у нас там город улучшился цены повысились все классно круто и и нас там отблагодарили вот спасибо что там наш город с колен подняли тут нам не пишутся производства то есть там нужно заходить на карту смотрим ставится ли на паузу когда мы на карте доставится нас вот техника вам нравится игра да очень нравится зря они конечно это спрашивают просто люди единичек накидают за оптимизацию всего такого потому что ее стоит уже не ждать нам это уже научила 20 ферма то что ничего оптимизироваться не будет как вот мы сейчас имеем на средних 30 кадров с посадками так мы имеем потому что видимо всем нужны вот телефон на 90 9000 там 300 вроде бы сейчас последний процессор и snapdragon 8 ген 3 сразу же так значит это у нас интересные точки корм зерно сервер так то есть получается мы тут можем закупаться всем этим добром цистерна для удобрений это у нас а это точка продажи вот эта точка продажи а это у нас это точка пополнения то есть мы тут можем купить удобрения это у нас а это все мы можем просмотреть базар что такое базар базар это у нас . сбыта хлопьев тортов виноградного сока тут очень много всего я но тут ясно нету голосов биогазовый завод биогазовый завод и биогазовый завод в общем все основные вещи такие как заправка пополнения различными семенами у нас все на базе никуда ездить не нужно еще одна заправка интересно дизельный бак и заправка различаются то есть у нас получается есть те которые ездят на бензине а те кто ездит на дизеле просто если так толком и внимание к деталям так в этом у нас все точки сбыта то есть это где мы все продаем лесопилка у нас желез вернули алиса сработала на слово лесопилка ладно лесопилку нам вернули как было 18 ферме как я понимаю видимо в 25 вернут мультиплеер в мобильную версию который был аж 18 ферме и и сохранение материалов игры и это правильно еще раз убедимся что у нас время останавливается когда мы всем этим занимаемся ну да так и есть продажа тюков и нам показывают из чего можно сделать тюки станция электрозаряда интересно глянуть какая у нас техника работает на электричестве так супермаркет но это у нас продажа одежды тортов сахара оливок картошки хлеба в общем всего добра сыра белого шоколада масло различного так в этом мы покупаем это тоже удобрение мы покупаем а вот вот и производство у нас прямо в отдельную графу вы выделены то есть ателье где у нас из ткани делается одежда это у нас зерновые точки это масло делается ой отлично мы сможем из сразу же сделать хоть какое-то производство мы из нашей канала сделаем масло класс мы тогда это сразу же и сделаем потому что хочется сразу же опробовать но все что новое добавили так молочную молочная ферма это у нас получается мы продаем сахар и молоко и получаем сыр белый шоколад и обычный шоколад или что это масло скорее всего сливочное я думаю что это она так виноградный сок и изюм пекарня хлеб и торт кстати насчет тортов я бы хотел приготовить для этого нам получается нужно сахар сахаром скорее всего из тростника какого-нибудь или свеклы получается масло получается у нас из молока молоко из коров это у нас мука мука у нас из зерен и яйца курицы нам по умолчанию даются плотненская это мы рубим лес и получаем мебель так это ткань мы получаем из хлопка и шерсти которую мы получаем совет сахарный завод ну а ну то что я сказал либо из сахарного тростника либо и свекла и вот у нас тут свекла представлена и в фабриках хлопьев для этого вот нам нужны интересно нам нужно сразу же три ингредиента или какой-то только один для хлопьев нам нужна кукуруза это рапс вроде бы и изюм ну и животные добавились вот курицы это вот новая автомойка элеватор перекупщик животных склад тюков поддонов фермы фермы и фермерский магазин все все вопросов нет а и вот список полей которые у нас есть и мы можем купить это кстати очень удобно сразу же идет сортировка по цене до или нет не они не по цене а просто по номерам вот самая дешевая воля которая у нас есть в игре 160 тысяч и самое дорогое как я понимаю стоит вот 800 до ну до 800 тысяч это вот это поле под номером 17 вот но молодцы что улучшили интерфейс стало конечно поудобнее так ладно сейчас тогда мы на тракторе это не тот трактор и нам нужен вот этот что может быть лучше чем трактора с прицепом на подкатной тележки ух как я люблю подкатную тележку просто сказка так она проверяем физичность кучек этих кучки не физически но и правильно не нужны нам эти лишние почки так ну теперь можем сами поездить сколько всего мне придется вырезать потому что ферму достаточно тяжело снимать так как немало чего но происходит мне кажется из часа этой съемки мы получим контент 30 в два раза можно спокойно вырезать хотелось бы конечно оценить там выгодность различных производств то есть какое производство на самое крутое так как мне допустим интересно сделать вообще в принципе любое производство особенно торты потому что она вроде бы самая сложная у нас скоро зима по идее мы ничего растить не сможем а здесь у нас удобрена на 50 процентов растет канала созревают растет дополнительный урожай 30 процентов видимое удобрение 50 земледелия но и нам все расписывают можем там кликнуть на карте на поле и увидеть всю информацию о нем то есть вот у нас поле нет никакой информации нам не предоставляют к сожалению но мы можем просто так покрыть то есть виды культур созревания то есть у нас идет только на одно и созревание во все остальное уже вспаханной и так созревание состав почты нуждаются во вспашки удобрена и вот у нас сорняками еще поросло в местах но в принципе после как я понимаю плуга у нас сорняки расти не буду то есть там вот где как раз таки и прошелся наши силкой там ничего и не растет но тогда прежде всего я думаю что нам нужно вспахать землю а уже потом заниматься в принципе сколько плуг стоит самый он единственный 23 тысячи он на него нужно мало мощности трактора принципе трактор потом обновим прежде всего нужно полями заняться а уже потом производствами которыми мне уже не терпится жалко что игра на паузу ставится когда в настройках копошусь так как я бы хотел но внимательно изучить цепочку производства различного там хлеба тортов почему-то некоторые элементы интерфейса у нас прозрачные а некоторые нет не знаю с чем это связано нельзя по-прежнему как в восемнадцатой ферме нажать на карте куда ты хочешь отправить наймитой чтобы он сам доехал к сожалению ну хоть лесоповал вернули для меня в принципе это неважно не особо никогда лесом не интересовался я один раз 18 ферме его срубил увидел сколько это стоит по деньгам и понял то что я пока что таким заниматься не буду так у нас получается вот сгрузка идет вот мы сгрузили все добро наше так и теперь смотрим по карте где у нас находится нам получается интересует производство масло да и вот тут сюда нам нужно сейчас попробуем вот как раз масло и сделать вот так нам показывается двести тридцать шесть метров это в принципе удобнее чем было в двадцатой ферме производство конечно сильно разнообразит геймплей так смею предположить тут пишется здесь ой нацепили прицеп это случайно произошло так пишется что здесь у нас можно продать товар здесь у нас тоже как я понимаю можно продать товар да здесь можно пытать товар так а здесь у нас что можно это у нас купить а мы покупаем производство и потом только делаем а мы можем пока что просто продать сюда мы не можем ничего произвести сахарозавод все нам все же нужно покупать производство все понял не тогда мы просто продадим по самой лучшей цене наш овес это получается у нас вот здесь а вот и колебания цен можем увидеть самую лучшую цену и самую не очень в январе лучшая цена у нас есть какой месяц сентябрь там принципе недолго нам так мы тогда перемещаемся домой где мы и поспим вот к этому трактору и пошли как красота пробуем так где наш дом то есть это сентябрь нам нужно проспать октябрь ноябрь декабрь а вы стоп у нас же не овес у нас пшеница а ну тут то же самое окей ждем января это сейчас сентябрь октябрь ноябрь декабрь нам получится три или четыре месяца спать это ваш дом здесь можно поспать ну пять часов поспим так чуть-чуть без это я выбрал 9 часов а мы месяц проспали так хорошо а у нас палет появился прикольно чем мы их не кормим ничего с ними не делаем курицы что вообще едите можно мне подсказку вот значит они едят ячмень пшеницу и сорга дают нам продукт в виде яиц им получается больше ничего и не нужно верно я правильно же понимаю откроем статистику или же лучше животных да да и все что нам нужно это зерно которое у них есть так еще мы немного погуляем потому что мы не можем сразу много спать какое-то странное ограничение потому что нам сейчас в начале игры откровенно много нам сейчас начале игры откровенно говоря много времени мотать потому что нам но нечем заняться так а может быть нам когда и напишут когда сажать можно или по-прежнему когда угодно и время года просто зависит от цены ну да одежда 30000 стоит вот куда нужно вкладываться это сколько можно денег заработать фтм не знаю просто жалко нету кнопки сохранения круто что когда мы подъезжаем каким-то таким местам необычным которых нужно чем-либо заняться у нас вот подсвечивается вопросительный знак который если мы нажмем он объяснит что нам нужно делать это вот очень удобно так сборки едем эти машины на сборки мы не разгоняемся быстрее так вот сюда мы продадим все наши добро цены да сейчас тут самая высокая цена в принципе выше и не будет продаем и смотрим сколько же мы заработаем с этого нашего маленького прицепчика если 5000 заработаем уже хорошо целых даже 9 заработали вообще шикарно так все отлично теперь возвращаемся к нам домой кстати игра стала гораздо интереснее по сравнению с 20 фермой пусть это видишь на плате разбил развиваться не просто самые дорогие трактора покупать а видишь ну то что вот нужно то производство попробовать это не продается был техника как в двадцать второй фирме ну ладно с такой же пикапчик семнадцатого года легендарный за 45000 у нас получается только один плуг на выбор мы его и купим убрали плавную анимацию карты как было в 20 ферме ну и ладно ничего страшного вот и наш единственный плуг в игре который спасет нас от этих злосчастных сорняков мы кстати но как нам показал джон дир мы можем даже к переду цеплять ну да а они все же вернули возможность перемещения бота то есть его все же могу они вернули класс а мы можем послать можем послать технику только когда у нас задней ничего нет просто доехать да ну да или мы можем поменять как у нас скрипится лук как я понял если у нас спереди то у нас мы можем выбрать несколько видов то как мы будем добираться написано все что сейчас январь снежинка на что-то мы видим а живем на кубани и у нас не бывает снега так теперь смотрим что из себя представляет вот эти вот настройки ботов так вот можем посмотреть существующих то есть если мы нажимаем не на рабочие тракторы то он нам предлагает нить работу то есть перейти что это значит вот мы его можем отправить то есть чтобы допустим техника сама до нас добралась дать работу перейти потом а это единственная работу которую можем дать то есть там тыкнуть условного сюда и он и едет кстати не глянули на комбайны какие у нас есть так мы мы взглянем обычные это у нас уборочная техника так у нас нету ограничения потому когда именно сажать культуру у нас есть только именно по времени года у нас идет только во время погоды то есть во время коня у дождя или же снега мы не сможем собрать или посадить какую-либо культуру вот а время года это только когда выгодно продать а не когда посадить и собрать вот ну и рабочие то понятно не можем тут посмотреть вообще все что есть в игре то есть всех все тюки которые у нас есть все культуры вот упаковщик тюков вот и мы сможем силос также делать ну круто кстати что если мы отсоединили то можем присоединить ладно мы на этом тогда будем заканчивать первую серию вот такой у нас вышел фарминг симулятор 23 он очень многообещающий очень много всего нового интересного но культуры не сильно интересно хотя в принципе от виноград интересно как будет происходить можно сейчас даже глянуть как его засаживать так как в старшей ферме он просто ну как в постройках садится здесь у нас сейчас селки есть сортировка по но в общем нужно а в общем все очень сложно позволяет поле к новому посеву винограда и оливок в общем нужно разбираться в общем нужно разбираться сложно это все не сильно пока что понимаю вот поэтому спасибо за просмотр телеграм лайки и комментарии всем спасибо за просмотр всем пока